Как применять спирт, водку, самогон, атель и концентрация? Алкоголь – это довольно странное вещество для борьбы с клей. Как оказалось, это вещество воздействует на тело насекомых, которые всасывают в себя алкоголь. Благодаря этому оказывается существенное влияние на нервную систему насекомого, что способствует нарушению координации движений и пищеварения. Как применять спирт, водку, самогон, атель и концентрация? Необходимо в 1000 году в миллилитрах теплой воды растворить примерно 250 миллилитров водки. Добавьте 20 грамм мыльной стружки. Все смешайте и проведите обработку. Такое средство идеально подходит для деревьев и кустарников. Нельзя использовать данное средство для опрыскивания овощных культур, таких как огурцы, томаты и перец. Для овощных культур необходимо в одном литре растворить 100 грамм водки и 20 грамм мыла. Есть еще один хороший рецепт на основе Кока-Колы. Около 1000 миллилитров средства вылейте в банку и оставьте постоять примерно 12 часов, чтобы полностью улетучилась углекислота. Влейте в средство 100 миллилитров водки, добавьте немного мыла. В составе напитка содержится большое количество ортофосфорной кислоты, которая является губительной для тли. Хорошо работает вместе с водкой растительное масло. Необходимо в одном литре теплой воды растворить примерно 250 миллилитров масла и добавить 100 грамм водки. Взболтайте смесь и нанесите на листья, стебли при помощи распылителя. Спирт сам по себе очень быстро улетучивается, поэтому основная задача – способствовать прилипанию спирта к листьям. Именно для этих целей в смесь добавляется растительное масло или мыло. Они создают на поверхности листьев тонкую пленку, которая не позволяет насекомым проникать внутрь растения, высасывая его соки. Алкоголь отгоняет насекомых из-за сильного запаха и влияет на нервную систему. Как применять спирт от ли на смородине? Выбор концентрации средства зависит от периода вегетации. Что касается смородины, то необходимо проводить ее опрыскивание несколько раз за сезон. Если на кустарнике только появились почки, лучше всего воспользоваться рецептом с высокой концентрацией спирта. Как применять спирт от ли на смородине? В таком случае необходимо на 1000 мл воды вводить 300 или 250 мл водки. Если смородина цветет или появились первые ягодки, лучше всего использовать меньше спирта. На 1000 мл раствора достаточно 100 мл водки. Используйте крепкий раствор до появления цветов и ягод и уменьшите концентрацию алкоголя в том случае, если растение цветет. Как проводится обработка тлей водки на плодовых деревьях? Спирт или водка отлично подходят для опрыскивания деревьев. Концентрация выбирается по такому же принципу, как и для кустов смородины. Как проводится обработка тлей водки на плодовых деревьях? После появления листьев необходимо растворить в 1000 мл теплой воды 300 мл водки и добавить стружку мыла. Таким раствором проводят опрыскивание. В период цветения необходимо выбирать раствор, в котором содержится всего 100 мл алкоголя на 1000 мл воды. При помощи водки проводится не только опрыскивание, но еще и изготавливаются своеобразные ловушки, которые преграждают дорогу муравьям. Для этого необходимо взять ленту шириной примерно 20-30 см и намотать по кругу. Необходимо смочить ленту подготовленным раствором водки. Можно обмотать ствол лентой с полосками от мух. Насекомые будут прилипать к ленте и не смогут причинить существенный вред деревьям. Водка от ли на огурцах существует растение, которое отлично переносит алкоголь, при этом он эффективен не только против тли, но еще и существенно улучшает плодоношение. К таким растениям относятся томаты, огурцы. Водка от ли на огурцах необходимо в 1000 мл воды растворить, 250 мл водки и немного мыла. Опрыскивают средством листья и стебли. Такое опрыскивание способствует не только уничтожению тли, но ускоряет созревание плодов. Обработка препятствует образованию черной ножки. Ученые провели ряд исследований и выяснили, если в неспелый томат ввести примерно 0,5 мл водки, то он созреет гораздо быстрее. Очень хорошо отзываются на опрыскивание алкоголем огурцы. Лучше всего для приготовления раствора использовать обычное хозяйственное мыло 72% или специальное зеленое, которое продается в садовых магазинах. Не спешите всыпать его в готовый раствор из спирта и водки, лучше всего предварительно растворить в горячей воде, дать остыть и перевести. Мыло в киселеобразный раствор. В готовом растворе вместе с алкоголем не должно быть никаких крупинок или нерастворенных кусочков мыла. Водка отли. Отзывы ниже можно ознакомиться с отзывами огородников, которые использовали водку отли. Водка отли. Отзывы. Нашатырный спирт против тли на огурцах. Как использовать? Тля. Насекомое, которое в благоприятных условиях очень быстро размножается. Если лето сухое и не очень жаркое, то насекомое может дать более 10 популяций. Соответственно бороться с вредителями необходимо при обнаружении незначительного количества особей. Довольно эффективным средством является нашатырный спирт. Он вызывает паралич при попадании внутрь насекомого. Нашатырный спирт против тли на огурцах. Как использовать? Необходимо в большом ведре растворить 45-50 мл средства. Добавьте 50 г тертого хозяйственного мыла. Проводите опрыскивание утром или вечером. В ведре воды растворите 50 мл нашатыря и введите две головки измельченного на терке чеснока. Обязательно перемешайте и опрыскайте огурцы. За сезон необходимо провести примерно 2-3 обработки. Этого достаточно, чтобы полностью убрать популяцию насекомых. Помните, что даже насекомое может дать рост целой колонии. Поэтому каждую неделю проводите обработку. Лучше всего наносить средство на нижнюю часть листа, ведь именно там находится большое количество тли. На шатырный спирт от ли на деревьях инструкция Обработка плодовых деревьев проводится немного иначе. На шатырный спирт от ли на деревьях инструкция Необходимо в ведре воды растворить 60 мл нашатыря и добавить туда 30 г тертого мыла. Взболтайте смесь, чтобы мыло полностью растворилось. Наберите в распылитель жидкость, опрыскайте листья стебли. Большое внимание уделяется нижней стороне листа. Обработка проводится в вечернее время после захода солнца, когда тля готовится ко сну. Повторная обработка проводится через 4 дня. Не переживайте, если часть раствора будет попадать в почву. В нашей таре содержится большое количество аммиака, то есть изота, который является отличным удобрением и стимулирует рост зеленой части. Проводить обработку плодовых культур можно как во время цветения, так и в период образования большого количества плодов. Такая обработка не навредит растению. На шатырный спирт от ли на капусте Инструкция На шатырный спирт это одно из лучших средств, которые помогают бороться с ли на капусте. На шатырный спирт от ли на капусте Инструкция для подготовки раствора Необходимо взять 40 мл средства, растворить в 8 л теплой воды. Добавьте немного мыла, чтобы улучшить прилипание раствора к листьям. Обработка проводится с внутренней стороны листьев. Необходимо проводить 2 или 3 опрыскивания и с перерывами в 6 дней. Помните, что тля может появиться вновь, поэтому иногда применяются профилактические опрыскивания. Для этого используют слабый раствор. Необходимо 25 или 30 мл растворить в 10 л воды вместе с мылом. Проводится опрыскивание примерно 1 раз в 2 недели. На шатырный спирт от ли отзывы Ниже можно ознакомиться с отзывами садоводов, которые предпочитают на шатырный спирт. На шатырный спирт от ли отзывы Много интересного на нашем сайте Насекомое, которое находится под воздействием паров спирта, падает вниз. Особи, которые остаются на растениях, не могут полноценно питаться из-за резкого запаха алкоголя и его неприятного вкуса.